Субтитры создавал DimaTorzok Ко второму склонению относятся имена существительные, генетивус сингулярис которых оканчивается на И. В номинативус сингулярис слова мужского рода оканчиваются на УС, ЭР и одно слово на ИР, ВИР, ВИРИ, маскулином муж-мужчина. И в среднем роде эти слова оканчиваются на УМ. Теперь давайте просклоняем слово мужского рода на УС. Для примера возьмем слово ПОПУЛУС, ПОПУЛИ, маскулином. Народ. Номинативус сингулярис ПОПУЛУС, Генетивус сингулярис ПОПУЛИ, Дативус сингулярис ПОПУЛО, Акусативус сингулярис ПОПУЛУМ, Аблативус сингулярис ПОПУЛО, Вокативус сингулярис ПОПУЛЕ. Хочу обратить внимание на окончание «e» в vocативus singularis. Только слова на «us» во втором склонении имеют особое окончание в этом падеже. Сравните с такими русскими формами, как «боже», «старче», «отче». Теперь давайте разберем слова на «r». В большинстве случаев гласный «e» в словах на «r» беглый и проявляется только в форме номинативус singularis. Допустим, агр, агри, маскулинум, поле. Сравните с русским ветер, ветра. Но существует также небольшая группа слов, где «e» остается в основе. Допустим, пуэр, пуэри, маскулинум, мальчик, слуга. Сравните русское «вечер» вечера. Запомнить эти слова очень легко. Пуэр, веспер, сокер, генер, миссер, либер, аспер, тенер, и слова нафер и гер. Теперь давайте разберем парадигму склонения слов на «r». Прежде всего возьмем слово с «e» беглым. Номинативус singularis «agr», генетивус singularis «agri», дативус singularis «agro», аккусативус singularis «agrum», аблативус singularis «agro», vocативус singularis «ager». Теперь для примера возьмем слово пуэр, пуэри, маскулинум, мальчик, у которого «e» остается в основе. Номинативус singularis «puer», генетивус singularis «pueri», дативус singularis «puero», аккусативус singularis «puerum», аблативус singularis «puero», vocативус singularis «puer». Номинативус pluralis «pueri», генетивус pluralis «puerorum», дативус pluralis «pueris», аккусативус pluralis «pueros», аблативус pluralis «pueris» и vocативус pluralis «pueri». Особым правилом подчиняются слова среднего рода. В номинативус и аккусативус они совпадают. При этом номинативус pluralis и аккусативус pluralis имеют окончание «a». Давайте разберем парадигму. Возьмем слово «templum», «templi», «neutrum», «hram». «Templum», «templi», «templo», «templum», «templo», «templum». Множественное число. «Templa», «templorum», «templis», «templa», «templis», «templa». Те же самые правила среднего рода действуют и в русском языке. К примеру, именительный падеж слова «окно» совпадает с винительным. А во множественном числе мы находим окончание «a». То есть именительный падеж слова «окно» будет «окна». И винительный падеж множественного числа также будет «окна». Теперь давайте поговорим об исключениях во втором склонении. Из слов на «уз» к женскому роду относятся названия деревьев, например, «кверкус», «кверки», «femininum», «dub». Стран «aegyptus», «aegypti», «femininum», «eegypit». Островов «cuprus», «cupri», «femininum», «kypyr». Городов, к примеру, «corinthus», «corinthi», «femininum». Также сюда относятся слова «humus», «humi», «femininum», «земля», и «alvus», «alvi», «femininum», «живот», «чрево». Также ряд малоупотребительных слов. Из существительных второго склонения на «us» к среднему роду относятся «vulgus», «vulgi», «neutrum», «narod», «virus», «viri», «neutrum», «sok», «yad», «pelagus», «pelagi», «neutrum», «more». Кроме того, существует особенность в образовании «vocativus singularis» у имён собственных на «ius». К примеру, «tullius», «tulli», «vocativus singularis», «tulli», «pompeius», «pompei», «pompei», и сюда же относятся слова «filius», «syn», «vocativus singularis», «fili», «genius», «geni», 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 и притяжательное местоимение «meus», «moi», «vocativus singularis», «mi». На сегодня всё. Если у вас возникают вопросы или предложения, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить. «Музыка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok